Добрый день, друзья! Мы на канале Тактик Медиа. Сегодня у нас совершенно замечательный гость. Гость, которого представлять особо не надо, Алексей Викторович Ефинтик, подполковник запаса, он же известный всей стране как под своим боевым псевдонимом Гюрза, хотя это был не первый псевдоним и даже не последний, но вот именно он сделал его известным без всякого сомнения всей стране. А вот, собственно говоря, начнем, Алексей, тут вот наши зрители готовили вопросы долго к твоему приходу, и вот мы эти вопросы скомбинировали, и хочется сразу в этом случае по ним пройтись и, соответственно, ответить. Как ты стал спецназовцем? Откуда вообще появилась вот эта траектория твоей жизни? Да ничего удивительного нет, просто, будем так говорить, вы же помните наше советское поколение, когда все хотели быть там моряками, спецназовцами, десантниками, а спецназ вообще в то время практически ничего не знали, по большому счету, ну, военные, они там как бы догадывались, и по большому счету, остальное мне просто повезло. Будем так говорить, с предисловием, значит, на крайнем курсе училища была комплексная комиссия такая, человек 30 генералов. Сразу уточним училище. Бакинское общевсковое командное училище, любимое мое училище, по большому счету, такой дух вольнодумства и свободы там всегда витал, это очень важно, кстати. Так вот, на четвертом курсе, как бы, мы сдавали эту комиссию, и так получилось, что два человека сдал на отлично. Один майор с кафедрой огневой подготовки, и вот ваш гость, то есть я, по большому счету, принимал комиссию командующей ставки южного направления генерала армии Зайцев, Героя Советского Союза еще, вот, и так получилось, что попав в Афганистан, как-то после ранения, я, значит, был представлен в охрану к нему, он приехал там с какой-то проверкой в Афганистан, но он меня в первый же день узнал, потому что после того, как мы сдали эту комиссию в училище, меня посадили с ним как отличника, плюс дали слово выступить на трибуне, и он меня в первый же день, как бы, узнал, потому что когда он подъезжает, мы его сопровождаем, выпрыгиваем из машины, как бы, он тут же посмотрел, и после того, как мы его вернули там в гостиницу военного совета, он говорит, вот, не ты ли, вот, я говорю, так точно, я рядом с вами сидел за ужином, там, то, все. Он что сделал? Он просто узнал обо мне, там поставил задачу, видно, там, как бы, и вот в последний день он мне говорит, зайди сегодня вечером ко мне в гостиницу военного совета. Я зашел, там у него сидел замкомандующей армии еще, и он говорит, ну, вот, мы посмотрели, как бы, у тебя все хорошо, мы хотим тебе дать роту. Я говорю, а можно мне вот, джилобатский батальон спецназа, он мне говорит, а что, ты не навоевался, типа, уже ранение было, то, все. Я говорю, знаете, там братаны мои. До этого ко мне приехал мой друг, когда-то я с ним познакомился, будучи на стажировке в Ахалкалаках. Они были с Киевского училища, мы были с Бакинского, мы там с ними встретились, вот так вот, как бы, пошло. Лафазан Сергей, очень выдающийся командир группы, очень результативный, и как человек хороший и порядочный. Он приехал в гости как-то ко мне, рассказал про наш уже будущий и мой батальон, как говорится, и вот я попросился, меня генерал-армистателем туда перевел в течение трех дней. Так в Афган ты же пришел уже спецназовцем, получается? Нет, 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 мы в Афган приходили практически, знаете, там не напрямую, то есть я шел с резервного батальона, это в Турхмении, был сделан специальный центр, мы там сдавали на инструкторов горной подготовки, вот, и когда кого-то там ликвидировали или по болезни, или еще как-нибудь шла замена, нас оттуда как из резерва посылали. То есть я приехал туда и, будем так говорить, в Кабул прилетел, и там как бы приходят люди выбирать. Вдруг заходит какой-то капитан, а мы в карты играем, обычные игральные 36-листовые карты. Заходит один такой бравый капитан, турнир красной звезды на груди, на груднике с автоматом, и говорит, отличники есть? Ну, мы прекратили играть, посмотрели на него, и типа, что-то рехнулся, что ли, как бы. Он, а коммунисты есть? Я говорю, я кандидат. Он говорит, вот пойдем со мной. Вот так я попал к нему. Сейчас он здесь, в Москве, военцев Артем, мы до сих пор с ним дружим, как бы. Он был начальником штаба у меня. И вот оттуда потом я уже как бы от него уже сбежал, будем так говорить, в какой-то роли, ну, попросившись именно туда, перешел в войска специального назначения. Вот, в принципе, такая история. Семья у тебя военная. То есть ты хотел быть военным с детства, или все-таки это произошло несколько случайно? Потому что путь-то у тебя был долгий до офицерских погон. Ну, по большому счету, знаете, как вам сказать, помните, у нас все было как бы на семейных ценностях и традициях. Да, если у тебя папа-столевар, то глядишь, у тебя все поколение детей, внуков, все столевары. Так же у военных было абсолютно. Мы же другой жизни практически не видели. Жили в военных городках, как бы смотрели патриотические фильмы в солдатских клубах. Соответственно, я всегда хотел быть именно военным и даже разведчиком. Ну, ты же, в общем, попал сначала, пошел служить рядовым. То есть ты не сразу военное училище. Я сначала в морское училище. С морского училища во флот, со флота в училище во фисковое. Так будем говорить. То есть море начало тянуть для начала? Ну, да, любые моря до сих пор. Калининградское. Калининградское. Да. По большому счету, вы же знаете, что такое море. Когда оно плещет зелено-голубыми волнами, да еще когда штормит, дадует резкий ветер. Если вы эту картину увидите, то если она вас не потрясет, то вы никогда не полюбите море. А если это даст вам такую к нему красоту и уважение, то считайте, что вы где-то уже в душе моряк. Ну, вот сразу возвращаясь к тому, как произошло распределение, спрашивают, в чем разница между командиром обычной, как бы, боевой Курковой роты и офицером спецназа, с точки зрения руководить подразделением в мирное военное время? Есть отличия? Знаете, как вам пояснить правильно, наверное, да? Да. Вот если вот так, то нет разницы никакой. Будем так говорить, что я в спецназе служа, никогда не видел трусов. То есть там все были хорошие, порядочные люди, да, уважающие себя и уважающие тот род войск, в котором находятся. Ведь если ты гордишься, что ты имеешь к нему отношение, это уже говорит о том, что, как бы, ты где-то на своем месте. Так вот, разница только, что вот здесь вот могут убить, а вот здесь вот, как бы, нет. Но, поверьте, в мирное время порой бывает намного больше задач и ответственности, чем в военное время. И, знаете, когда там иногда спрашивают, там, как там, как бы, вот на войне, там, как там, страшно, там, плохо. Знаете, страшно бывает, ну, всегда бывает страшно, как бы, и по большому счету это в какой-то короткий период времени, да. А все остальное это такая вот, блин, жрать хочется, сыро, холодно или жарко, грязно, наверное. Ну, в общем, как бы, вот все нехорошо, по большому счету, к тому, чему мы в этой обычной жизни, как бы, да, не привыкли. Когда ты хочешь помыть руки, а не можешь это сделать, там, несколько суток. Когда там лежишь на засаде, там, а тебя, там, рой, там, мошек и комаров, там, съедает. Вроде бы, казалось бы, ну, подумаешь, там, как бы, но они так достают порой, что, ну, просто смерть какая-то наступает. Так вот, вот это все, это предисловие к бою, да, вот это вот все такое нудное, грязное, холодное или жаркое, или еще что-нибудь. А сам бой, он такой скоротечный, по большому счету, да. И еще раз повторяю, вот именно в мирное время к этому надо готовиться. Из-за этого заморочек в этой мирной жизни порой бывает намного больше. Ведь именно в мирной жизни мы прежде всего воспитываем качественных бойцов. А потом они уже отрабатывают наше воспитание на самой войне. Ведь на войну, как обычно, просто так не попадает. Ну, возьмем тот же Афганистан, например. Обычно полгода, пять месяцев боец готовился в учебке, а только потом приходил. Ну, практически то же самое было и в Чечне. Там, с готовых подразделений, которые уже прошли курс молодого бойца и прослужили там полгода хотя бы там. И их отправляли туда, там, в командировку. Вот, в принципе, по большому счету, большой разницы нет. Ну, тут очень много вопросов. Ты упомянул Афганистан. Зачем с политических? Тут их, как ни странно, много. Как ты относишься сейчас, спустя годы, к решению ввести войска в Афганистан? И как ты вообще видишь Афганскую войну сегодня, вот из сегодняшнего дня? Ну, вы знаете, как сказать. Мы уже посмотрели, да, что значит, если нас нету в Афганистане. К примеру, да, помните, такие слова были, Фидель Кастр говорил. Что быть интернационалистом значит выполнять свой долг перед человечеством. По большому счету, та сороковая армия, которая стала в Афгане, она была практически вся именно интернационалистой. Да, где-то вот эти воздушные там замки, они там с розовыми облаками рушились, там, как бы там, где-то ты становился там жестче, или что-то там, то, что ты верил с детства, где-то обламывалось там. Но, по большому счету, мы были интернационалисты и желали будущего тому народу. Что мы получили взамен? Во-первых, что такое армия, да, она непременно должна где-то воевать. Потому что без проведения боевых операций мы не можем ни новых учебников написать, ни получить реальный боевой опыт, а это угроза будущего нашего боеспособности, согласитесь. К тому же, как бы, ситуация, к примеру, да, возьмем ту же наркотики. Как только мы оттуда ушли, аж в 42 раза увеличился поток наркотиков, который пошел в нашу страну. Да, потеряли мы наших людей там. Да, но мы оставили общие интересы. Те, которые, может быть, порой не доходят там где-то к кому-то, кто обсуждает на кухне, или там в подворотне, или там сидя в гараже, там за стаканчиком, там, вот. Ведь у нас есть правительство. Порой то, что они знают, им поступает непременно огромное количество информации, да, и то, что они порой думают на десятилетия, это говорило о том, что нам надо было там быть. И, по большому счету, мы, наверное, сделали все правильно. Я бы даже сказал бы, что наш тогдашний Горбачев сделал неправильно о скоротечном выводе оттуда. Вы же помните, на Джабула, я с ним лично был знаком, и скажу, такой огромный пуштун, короче, здоровый. И ведь он без поддержки, то есть мы даже ему три года, как только ушли, не давали ни запчастей, ни топлива, ни боеприпасов. Он три года со своей армией там продержался. Если бы мы какую-то помощь ему оказывали, глядишь бы, мы не дошли до того, чтобы там власть захватили талибы или там пришли бы американцы. Ведь мы, помимо сейчас, как приезжая в Афганистан, вот мой бывший комбат там был, там Сладков Саша был там и так далее, они все уважают именно шуравей, то есть советских. Ведь мы делали им фабрики, электростанции, дороги, помогали, как бы, вот, строить новую жизнь. А потом она при американской вся откатила. По большому счету мы держали практически всю территорию Афганистана. А что держала Америка? Ну, там три базы, да, и вот залетят оттуда, полетают где-то там, спецназ выбросит, обстреляет, и обратно за свои эти там песочные стены. Ну, к чему пришли, бля? Страна сейчас, бля, на нуле. Мало того, еще и ограбили, то есть золото, деньги назад не отдают, блядь. Вот. И американцы, вы видели, бросили тех, которые на них работали, да. Ну, это все и другие западные страны, по большому счету. Теперь давайте рассуждать, кому лучше сделали? Афганскому народу? Ну, мы тоже, честно говоря, своих тоже не шибко вывезли. Тут нам сложно себе крылья переделать, но это были времена уже Горбачеву. Будем так говорить, что мы же говорим о том, что Горбачев сделал неправильно. А кто такой Горбачев? Ну, по моему мнению, я не хочу глубинно там рассужать об этом, но я так скажу, что, наверное, со мной согласится подавляющее большинство тех людей, которые застали это время, что Горбачев просто предательный. Ну, будем так говорить, давайте так, где еще живет Горбачев? Ну, в основном за границей, в Лондоне, в Германии, где он там прозябает. Представляете, что такое избранник народа, лидер этого народа, а где ныкается за границей? Почему? Потому что здесь, ну, я бы, честно говоря, ну, извините за грубость, но я бы хотел плюнуть бы на него. Почему? Потому что из-за него погибло много людей. Я сам испытал, знаете, это на себе. Вот, и, как бы, извините, развалить такую державу, как бы, будем так говорить, что ведь есть доказательства всему этому. Ну, ты да. Сразу вопрос о талибах. Как ты оцениваешь сегодняшнюю ситуацию в Афганистане и приход талибов? Ну, это был непременный такой, как бы, вот, возврат, потому что невозможно было, как бы, постоянно под угрозой, там, как бы, там, американских, там, и других западных, там, государств давить на народ. Да, ну, они где-то в какой-то мере, вы же знаете, сами там бывали, как бы, живут, наверное, там, где-то в каком-то немножко таком средневековом уровне. При всем при том, что у них есть современное оружие, цифровые технологии, там, то, сё, смотрят телевизоры, телефоны, но они все равно, вот, как-то, вот, в общественном строе, они где-то еще там в средневековье, по большому счету. Они не хотят, может быть, сильно это менять. Навязывать им, чтобы женщина ходила, там, без чадры, пример, или, там, гуляла по дискотекам, там, к примеру, да. Ну, наверное, это будет неправильно. Еще они не, может быть, в какой-то мере не созрели до этого. И, посему, талибы при любых обстоятельствах, они лучше, чем наши соседи из Ирака и Сирии. Вот, ИГИЛ пришел туда, кстати, с помощью американцев, да. Их там переобучили и бросили, прежде всего, на северные границы СНГ. То есть, получается, то, что конфронтацию продолжали. Ну, у ИГИЛа есть расширение, объединение, как бы, большого мусульманского халифата. А талибы, они всегда хотели... ИГИЛ у нас в стране запрещен. ...в рамках, будем так говорить, своего государства. Ну, хотят они жить вот так, ну, пускай живут в рамках своего государства. И тут из двух зол, наверное, надо выбрать более мягкое. Прийти туда заново, устанавливать свои порядки, это, явно, сейчас не получится. Подскажи сразу вот вопрос. Ты прошел большое количество горячих точек. Кого из своих противников ты, как бы, считаешь наиболее серьезным? Маджахедов. Афганских маджахедов. Это выносливые, это умные, это настоящие бойцы. Это, будем так говорить, это вам не Чечня или никакой другой, Кавказ. Маджахеды – это сила. Реально. Вопрос. Значит, ну, просит рассказать про прыжки с парашютом. Я, правда, не знаю, что про них рассказывать. Но, наверное, расскажи о первом прыжке. Сколько всего у тебя прыжков? Да, по-моему, 876. Ну, это не так много. У меня вот был прабщик Аркадий Курилов. Ну, очень хороший человек. У него было за 30 тысяч прыжков. То есть, как бы, мне в какой-то мере где-то повезло. У меня был хороший заместитель Юрий Михайлович Заворыкин. Он добился того, чтобы мы сделали свою парашютную команду, в которую я тоже входил. И нам позволялось, соответственно, 140 прыжков в год производить дополнительно. И, скажем, ну, что занятие... Это 90-е годы. Это уже когда был командиром отдельной роты. Да. Будем так говорить, что интересное занятие для нормальных мужиков. Да и дам тоже. Ну, немножко попарить, как орел. Ну, вспомните ту старую советскую еще пословицу. Две минуты орел, остальное лошадь. Как бы, да? Десантник, да. Так вот, ситуация такая, кто хочет, я думаю, что должен себе не отказать в этом удовольствии. И вспомните нашего Сталина, к примеру, это он сколько, два миллиона парашютистов подготовил до Великой Отечественной войны. В каждом парке стояла вышка парашютная и так далее. Кстати, с вышки парашютной порой для некоторых людей страшнее прыгать. С вышки намного страшнее прыгать. Она просто как-то сможет, вот земля вот рядышком, да, как бы там. А там немножко попроще, да. Вот сразу вопрос такой. Как бороться со страхом перед боем? О, это очень просто, блядь. Просто надо, как говорится, не урезать из истории то, чего мы проходили. Помните, был всесоюзный староста Калинин? Михаил Иванович, который. Так вот, он когда-то говорил, что значит борьба со страхом. Это беспредельно верить своим командирам, советским инженерам и техникам. Ну, вот тут же возвращаемся к парашюту. Если вы уверены, что командир провел все этапы укладки, правильно как бы, что эту технику придумали наши инженеры, и она реально сработает, о чем можно тогда волноваться, по большому счету? Вы же помните, у нас был случай с моим товарищем, вы его, кстати, тоже знаете, Шерман Анатолий Михайлович. Да, такой вот боевой еврейчик. Попросился он как-то прыгнуть с нами. Я помню, объясню, это гражданский товарищ, который в Воронеже был таким другом. Он общину возглавлял еврейскую и был нашим другом, да, товарищем. Он, в принципе, остается, мы с ним на связи. Вот, так вот, он долго готовился у нас, укладывался. Правда, вот в последний момент был такой случай, понимаете. Помните, раньше РНЕ такое было? Да, конечно. И раздавали на каждом углу газеты там и так далее. Вот, представьте себе, ночь перед прыжком. Вдруг звонит Анатолий Михайлович мне ночью, в час ночи. Он говорит, Алексей Викторович, вы не скажете, а где наши парашюты, которые я укладывал? Я говорю, да вы не переживайте, как положено, на складе, опечатанные. Два часа ночи, звонок. Алексей Викторович, а вот у кого есть ключ от этого склада? Я говорю, ну, только у двух. У начальника склада и начальника ПДИ. Ну, парашют десантной службы. Три часа ночи. Он звонит мне и говорит, а вот у вас там вот евреев ненавидят. Я говорю, да с чего вы взяли, Анатолий Михайлович? Он говорит, а я вот, там у вас прабщик есть один такой седой, вот он ненавидит евреев. Я говорю, да вы бросьте, нормальный прабщик, Дмитриев его фамилия, то, все. Я говорю, с чего это вы взяли? Он говорит, а я вот парашют укладываю, а он сидит на подоконнике и газету РНЕ читает. Ну, вот, и так получилось. Мало того, он просто зашел туда посмотреть, как-то, а это какой-то другой товарищ где-то шел, ему сучили в руки, и он принес ее, положил на подоконник, пришел этот прабщик Дмитриев, стал ее читать. Ну, чем дальше уж про парашюты, так вот, на следующий день, значит, выезжаем мы, зима, садимся в вертолет, я ему говорю, смотрите, как бы, Анатолий Михайлович, не переживайте, сейчас взлетим, выпрыгните, то, все, хотите, я первый прыгну, там. Ну, я науправляемый, как бы, раз и выпрыгнул, как бы. Анатолий Михайлович выпускает, соответственно, мой заместитель, а он здоровый парень, там, мастер спорта по низким видам, там, у него такой бицепс, как у меня нога, да, вот. И, короче, значит, выпрыгивает Анатолий Михайлович, я его внизу, там, встречаю, там, бойцы схватили его парашют, как бы, чтобы загасить, там. Ну, и я говорю, ну, как, Анатолий Михайлович? Он говорит, да я вообще-вообще, мне, как бы, вот, даже, вот, как бы, никакого страха у меня не было. Я говорю, Анатолий Михайлович, ну, вот, честно скажите, а вот после того, как вы отделились от Бортона, вот этот, пока не раскрылся купол у вас, вы, вот, контролировали себя, вот, что вы чувствовали? Он так задумывался, задумывался, говорит, а я не помню. Ну, значит, мы идем, значит, к пункту сбора, короче, а мне зам уже навстречу бежит, короче. Я говорю, ну, как он, типа, Анатолий Михайлович? Он мне говорит, смотри, и показывает видеокамеры, как бы. Значит, Анатолий Михайлович, он, как бы, крупный парень, как бы. Он ему, готов, пошел тут, раз, и башку я переборку, да. Он ему говорит, не переживай, Анатолий Михайлович, пошел, он опять головой переборку, да, тогда мой зам нагибает его, и такой пиногом ему под зад, короче, вылетит. И вот, представьте себе, что он не помнил даже, что было в борту, а уже не говоря после того, как он вывалился оттуда. Ну, на самом деле, интересное занятие. Еще раз повторяю, рекомендую всем попрыгать. Ваше удовольствие. И бороться со страхом, так, как учил союзный староста. Да. Вот такой вопрос личный от автора Юстас. В отчете уважения настоящему боевому офицеру вопрос, а стоило ли так рисковать жизнь? Что это? Исключите, пожалуйста, ответы, а кто, если не я. Хотелось бы понять, какая материальная разница между подполковником Георгиевой в запасе и подполковником в запасе Иваном Ивановичем, протиравшим казенные брюки в московских или битерских штабах и канцеляриях. Вот такой вот. Это человек молодой, как бы. Если бы он был бы из нашего Союза, то он бы вспомнил бы такую детскую книжку, в которой было написано «Все профессии важны, все профессии нужны». И в том числе… Там были мамы. Мамы разные важны, мамы разные важны. Так вот, важное было то, что как бы тот человек, который сидит в штабе, он тоже человек на своем месте. И порой от него зависит даже больше, чем от нас. Просто у каждого есть своя специальность. Так же, как здесь. Кто-то доктор, кто-то водитель. Я прошел с тобой общего друга, начальника разведки Чечни. А, ну, уважаемые люди. Да, то есть он сидел в штабе, без него, да. А куда? Начальник разведки полка, дивизии, бригады, армии. Это штабная должность по большому счету. Кончуков, генерал Кончуков. Да. Он здоров, слава богу. Да, сколько людей вывел… Тоже вот интересная история. Сколько людей вывел в герои. И, в общем, сам никогда себя не пытался даже наградить. Хотя, уж он там мог тоже быть. Так вот, насчет кто, кроме нас, там, это девиз, там, десантников, там, по большому счету, знаете, как бы сказать, есть такое понятие Конституция. Если мне память не изменяет, раньше была 32-я статья. Там было написано, что это священный долг и обязанность каждого. Так вот, ситуация в чем? Конечно, если мы находимся на том месте, наверное, мы же должны сделать работу свою и так, чтобы к нам не было претензий. Может быть, где-то как-то это возвышенно звучит, но это действительно наша работа. Обычная, рутинная, но важная. Мы же не хотим, чтобы какие-то бандиты, не знаю, там, какие-то там иностранные граждане пришли к нам, тут пинали наших жен, детей наших, угрожали, забирали наше имущество. Вот, чтобы этого не было, мы их должны, к сожалению, убивать. И в армии так, чем больше убил, тем больше у тебя наград, тем больше у тебя там званий, там, и так далее, и то подобное. Ну, к сожалению, но это наша работа. Еще раз повторяю, это убивает врагов. Не людей, а не людей, по большому счету, которые хотят прийти на нашу землю, топтать нашу ее. Ну, в общем, как бы, сами вы понимаете, взрослые. Сразу вопрос, где приходилось тяжелее всего вот из всех твоих горячих точек, что для тебя самым тяжелым было? Ну, я вам скажу так, что все-таки возвращаясь к начальному, это, конечно, Афганистан, да. Вот, поверьте, жара 50, блин, комары всякое, пить хочется, вода, это вообще страшно дефицитно. Я бы сказал, что вот сейчас размышляешь, я тебе недавно нашел очень интересный документ, работая с теми временами, что ведь идея бутылированной воды возникла тогда. Но почему ее не приняли, для меня до сих пор загадка. А тогда была вызвана целая идея, в генштабе лежало, что в Афганистан отправлять воду. Правда, должны были отправлять в каких-то очень больших баллонах, и не как сейчас пластик, а в чем-то другом. Именно вода должна была поставляться. Ну, вы же помните, хлебнуть из реки Кабул, сколько миллиардов этих бактерий, всяких микробов. Да, конечно. И можно сразу было поехать. Были такие случаи у нас, как бы кружку выпил, желтуха, мебиас, одновременно. Одновременно, да. Букет называется. Да, какой неприятный букет. Откровенно скажу. Так вот, вот в этом вся сложность. Я говорю, там любой бой, еще раз повторяю, именно скоротечный, а все остальное, 99% времени, это вот это вот лишение, по большому счету. Мало того, будем так говорить, тогда мы относились, как бы, к войне, наверное, немножко по-другому. Потому что все остальное, это, как бы, уже немножко такое переросло, наверное, в политизированную ситуацию. Там, как бы, знаете, раньше армия есть армия, там, здесь коммунистическая партия, все вроде понятно. Ведь коммунистическая партия мне нравилась, я был член ГПСС, по большому счету. Ну, и в связи с нас попал, как коммунист по призыву. То есть сказали, кто коммунист, и... Ну, вот представьте себе, ведь работа должна была с личным составом вестись. Так и называлось партполитработа подразделения, да, то есть, командир роты, руководитель партполитработы. Хочешь дальше расти и, как говорится, на благо Родины воспитывать, ну, становись коммунистом. Ну, как-то не отмажешься. А с другой стороны, представьте себе, могли, ну, хотите, командиры бригады, можем дрюкнуть на партийном собрании, ну, вот, высказаться можно, и тебе за это ничего не будет. И можно поставить на вид. Да, и снимали ведь тогда даже. Были и такие случаи, да. Посему то, что сейчас там прививают тому, что там коммунисты, это все что-то такое страшное, погрязшее в коррупции, там, и так далее, это все неправда, по большому счету. Мне нравятся коммунисты, я им был сам, и в душе, наверное, так и остался, мой папа был тоже, и так что ничего. Вот здесь очень интересный вопрос такой, где он бы сказал, чем отличаются для тебя советские войска и российские, или советская армия российская? Есть в чем-то отличие, видишь ли ты ее? Или все-таки есть вот такая полная преемственность? Знаете, как сказать, помните раньше, как было, вот подожди, пойдешь в армию, там тебя воспитают. И вы знаете, действительно воспитывали. А ведь у нас были подразделения, ну, полный интернационализм. Вот он татарин, вот вам русский, вот хохол, вот чечен. У каждого свои амбиции, у каждого свои, мне сказать, традиции. Но извините за выражение, через два года, когда они уходят, ты видишь, они обнимаются, целуются, прощаются, переписываются и остаются друзьями на всю жизнь. Значит, это первый пункт того, что, как бы, если это государство, а армия от государства, она неотделима, да, то это и есть вопрос того, чтобы, как бы, защищать эту родину, которая одна. Не там, не отдельная республика, чего-то, или там, а то, как вот этот, Собуров там, выступил там, с ним, да, слушайте, мне один мой хороший товарищ, там, Иван, там, режиссер, Сокуров, Сокуров, да, позвонил, говорит, вы как к этому делу относитесь? Я говорю, слушайте, я еще не успел прослушать, ну, ты мне пришли, прослушал и думаю, слушай, ну, что за идиотизм, вроде взрослый человек, выходит из Советского Союза, да, вот мы этих отпустим, их не пропустим, а этот вот там пойдут за нас воевать, а этот не пойдут. Слушайте, какая-то абсолютная глупость, понимаете, то есть, такое впечатление, что мало того, что у него нету ораторских способностей, да, ну, кто его вообще выдвинул, то, ну, президента нашего, да, столько работы, блядь, и вот он, блядь, вносит хаос, блядь, в нормальные, чистые, блядь, российские головы, блядь, пытается сделать, блядь, что у нас тут, блядь, какой-то, вот, не знаю, каверзная ситуация, все какие-то куда-то бегут, блядь, как лебедь, рак и щука, да, понимаете, я бы ему, блядь, всыпал бы палкой, блядь, по заднице его, блядь, ну, извините за выражение, я реально, в какой-то мере, патриот своей родины, понимаете, и я не хочу, чтобы вот такие вот разгильдяи, да, понимаете, вроде бы, ну, еще раз, солидный человек, и самое главное, из того Советского Союза, да, где его учили, воспитывали, да, и вот он, говорит, хочет нашу родину, он говорит, в 90-е годы, когда ты создавал роту, вообще денег не было, ничего не было, и уж тогда, как бы, считалось, что это целая проблема, как у тебя служили кавказцы? Слушайте, я вам так скажу еще раз, во-первых, я заканчивал, как бы, бакинское учище, да, там тоже был полный интернационализм, а будем так говорить, что 70% это были, вот, за Кавказе и Кавказ, да, знаете, у них есть чему тоже поучиться, уважение к старшим, отношение к хлебу, к маме, да, там, к родственникам, ну, давайте так начнем, вот, что наше будущее, да, это дети, да, ну, там вот как-то вот с домами, там, для беспризорных, там, детей, там, брошенных детей, что-то как-то вот нету там, ну, малые народности, они, вы же знаете, как, они более, там, как бы, компактные и более, там, будем так говорить, устойчивые, то есть, они, как бы, все время их там где-то пытался кто-то, и они более дружественные, будем, в какой-то мере, широкая душа, и мы, как бы, там, вот соседа своего уже где-то ненавидим, а вы заедете на Кавказ, они все соседи общаются между собой, там, как бы, и все нормально, и этому тоже надо поучиться. Сказать, что, как бы, какой-то вопрос был национализированный, такой, это подразделение, даже, такой, никогда не поднимался, то есть, все было от отношений, если человек, ну, извините, это же не хороший человек, он, значит, так и хороший, в любом виде, если он, извините, уже где-то там нестойкий, немножко там склонен, к чему-то там не самому лучшему, как говорится, он где-то там и будет на... Человек Московского областа. Что ж, ну, как-то вот не любит Москву в армии. Не знаю, как сейчас, вот, честно скажу, а в то время, ну, как-то вот попадается, вот, как-то вот, ничего, ну, есть и, великие люди из Москвы, тот же мой русик, Москва, а у меня, фу, даже у меня есть армянин, который, служил со мной, помню, в бакинской роте, Артурчик, он здесь в Москве живет, да, слушай, шикарный парень, да, я скажу, что он уже крепкий, здоровый, да, вот, и, потому что мы все там, ну, как-то, это нормально, а командир группы, вот, в той же, там, бакинской роте, например, там, Соколенко, мы с ним там, дружим, да, как бы, и до сих пор, там, как бы, периодически общаемся, ухохол, ну, извините за выражение, наш человек, да, о каком можно, там, раздрае, там, говорить в подразделении, если там, как бы, мужской коллектив, да, бывают там, потертости, вы же знаете, мужики кто такие, это, ну, наверное, всегда, там, борьба за лидерство, где-то происходит, но никак не на национальной основе, вот, поверьте мне. То есть у тебя землячество? Нет, ни в коем случае, я чуть удивляюсь, сейчас служит год, кто-то кого-то где-то по землячеству, чморит. Сейчас вообще нет землячества. Да, ну, палками бы. У тебя как раз были сложные времена, когда служили два года, и тогда и землячество было, и дедовщина. Нет, были и такие моменты, я помню, как-то там, в одной из бригад Дагестана, там, слушайте, там даже был маленький беспредел, там, там, с офицеров, там, прабщиков, там, некоторые местные, там, деньжата тащили, там, как бы, типа, чтобы мы там трогать не будем, там, семью, там еще разведчики, там, перепрыгнуть через забор, дубинками, отхреняясь ногами, там, кто попадется, там, и обратно все, там, в казарму, как бы. Были и такие, нехорошие времена, но все это зависит целиком и полностью от командира. Вы же понимаете, тут надо выбирать, или же ты будешь в какой-то мере, там, подхалимом, там, да, и лизоблюдом, там, перед начальством, или же ты должен отстоять свой, вверенный тебе личный состав, а с ним, возможно, и воевать придется, или еще что-нибудь, выполнять любые другие поставленные задачи. Так вот, посему, если бы командир захотел, поверьте мне, не было там никакого землячества, ну, не было бы, и никаких уставных отношений там бы не было, и это и заключается работа. Из-за этого я скажу, что напомню, что в мирной жизни порой тяжелее бывает, потому что вот таких задач прибавляется, чем там, где-то там, на войне, например. Ну да, на войне с дедовщиной все сложно, тебе, если что, товарищи лимонку закатают. Бывают, да, случаи, да, в рюзачок к тебе без чеки, да. Да, ну, кстати, вспомни ту историю, известную. Ну, не будем об этом. Тебе товарищи бойцы с патронами решили. Ну, видите, тоже вот. Это была, я сразу объясню, это была история на первой чеченской войне, Алексей принял роту разведывательную. Нет, нет, я был начальником разведки, просто мне было лень сидеть в штабе, как бы. Да, и как-то не хотелось штабистом быть, и начал водить роту по тылам противника, чего до него никто не делал, разведроту. Все очень начиналось банально, хотелось покушать, откровенно говоря, но все, что-то никак народ там не хотел принести, покушать. А я только вот заехал, там был начальник разведки, старый, как бы, хороший человек, я с ним дружу до сих пор, мы ходим в гости, встречаемся. Ну, просто в тот момент так вот получилось, короче, я ему говорю, слушай, Серега, жрать будем или нет, сидим, сейчас там, эй, блин, сидим 30 минут, нифига ничего. Я говорю, ты что, ну-ка, он час, сейчас там, вау-вау-вау, сижу 20 минут, опять никто, ничего, я говорю, о-о-о, так, говорит, работать нельзя, строится. Строится, говорю, все, идем там на войну. И там говорю, так, вы мне там автомат, вы мне соберете там боеприпасы, три последних там трассирующих, он до такого мурла стоит, главная кобра, стоит лейтенант, блядь, худенький такой, хороший человек, блядь, вот, милый мальчик такой, блядь, на тот период был, потом он, конечно, стал уже такой рейнджер там, как бы, а вот такая мурда сержантская стоит и говорит, у нас тут принято, каждый сам себе будет заряжать. Я говорю, это так было. А теперь будет, как я сказал. И вот они меня взяли, зафигачили туда пробитые патроны. Блин, чуть мне головы не лишился, я из этих, вот, но это такая мутная история. Чем закончилось? Знаете, одного мы сразу, как бы, удалили там, ну, на родину, я имею в виду, другой, как бы, две недели, но потом шансов у него тоже не было, он тоже покинул нас. Я с ним встретился через несколько лет, как бы, в Москве. Нету никакой, будем так говорить, такой, как бы, оскомина, от этого. Он такой же мой боевой товарищ. Ну, кто кого по глупости еще не бывает. Ну, вот так вот получилось. Мы с ним обнялись и, как бы, расстались с друзьями. Вот такая его ситуация. Сразу вопрос о быте на войне. Питание, помывка, отдых. Как все это было? Ну, я тогда отвечу, там, в какой-то мере, словами Дим Димыча. Помните, был у меня ценный кадр, да. Весьма доволен здешней атмосферой. Да, да. Так вот, он говорил, блин, вот командир, как на войне, говорит, у нас золото. А как придет бригада, то ноги моет, то едим, штаны стираем, то где-то ваши простыни еще с этим замполитом ходят. Ну, замполит у меня, это было такая, черенок от лопаты, будем так говорить. он такой быстро доходящий, как бы, там, бывает, нет времени рассказывать, как бы. Ну, честно говоря, пришел, смотрю, ну, спят на каких-то старых спальниках, там, мы же в разведке, люди, ну, это же, элита вооруженных сил, все должны побритыми, поглаженные, воротнички им, носки должны быть чистенькие, каждый день, и так далее. Я тут на войне, там, ходил, потом все это ходили, там, носочки постирал, там, на рюкзак себе повесил, спускай сохнут, а ты пока в других, там, то есть, вот это бытовые условия, ну, да, бывает, форму можно получить, а там, такие эти, БТР, так, вши, так назывались, как бы, там, ну, соберемся, там, в ведре их, там, прокипятим, как бы, там, ну, по большому счету, еще раз повторяю, все зависит целиком и полностью от командира, от его настойчивости, как к личному составу, так, извините, к верхним командирам, которые должны обеспечить. Хотел сказать, с точки зрения заботы о личном составе, я помню, как ты у ВВшников отжал хату. Нет, нет, это мы ее продали, просто, ну, за два ящика водки, сначала ее отжали. Ну, были такие случаи, да, ну, что, нельзя же там, как бы, там, вот, иногда нам тоже надо расслабиться, по большому счету, но, вы же помните, дисциплинарный устав, вооруженных сил СССР, там, четко говорилось, на постоянной требовательности и забот, вот я о подчиненных, вот, и мы старались это притворить в жизни. Расскажи, как ты учил офицеров, я до сих пор помню, даже несколько раз это описывал на разных форумах, твои знаменитые тактические задачи, и вообще, сложно ли подготовить офицера, ведь у нас большинство людей, к сожалению, не знает о том, что офицеры, основное обучение идет не в училище, из училища выпускают заготовку, хорошего качества или не очень, а дальше главный принцип советских и российских вооруженных сил, старший учит младшего, то есть офицеры учатся всю жизнь, когда там говорят, что вот он выпустился, потом в академии его немножко поучат, если доживет, то в академии генерального штаба, это не так, то есть офицеры учатся все время. Приеменность, вот самая главная задача всего, да, то есть как бы обычно, и мне повезло, у меня всегда были шикарные командиры, слушайте, и дрюкали как собаку, вот я вот всегда, вот больше всего на свете вспоминаю Шелухина Олега Александровича, слушайте, кулак с мою голову, блин, два метра ростный, ёканый бабай, ужас, как говорится, так вот представьте себе, сначала я думал, блин, горел бы ты синим пламенем, вот я это уже, и в прессе это побывало, как бы, и у Шелухина сына, а он как-никак бы командир бригады НД, тоже есть, так вот, я и с мамой, ну, с женой, вот тоже общаюсь, ситуация, вот думал, горел бы ты синим пламя, я бы тебя прикурил, и потом сидел бы, тащился бы, курил там, как бы, а потом ты начинаешь понимать, он тебя как-то делает такие, зигзаги, как бы, знаете, то есть, вот первый раз было так, проводили большие учения, я был тогда начальник разведки полка, мы стали там прикрывали границу, большой развертанный пол, там, мы там хорошо отличились на учениях, там, как бы, и вот пришел там командующий армии, зам командующего округа, короче, на наше КП, и, типа, вот мы, типа, победили, и там такое мелкое подведение итогов, да, прямо в полевых условиях, по большому еще, ну, я, во-первых, роста маленький, всегда, как по-морскому говорят, надо быть на Шкенте, или, чтобы тебя начальство меньше там, замечало там, и турк слышу, короче, Шелухин говорит, да, так, я вот перед подведением итогов, хотел бы, вот, отличить и показать, как за последние полгода, вот этот офицер, там, вырос, там, то, все, 30-е, там, куча таких, как говорят, великолепных слов, я думаю, блин, что, какого это там, так как говорят, а у меня, стаж лейтенанта Эфентьев, выйти, ко мне, и обнял, и, как бы, тут такие большие начальники, как бы, и то, все, 30-е, вот представьте себе, от любви до ненависти, знаете, говорят, там, один шаг, как человек мог работать, он просто меня обстругал, он меня просто вылепил, как из глины, я теперь взял и обжег, да, а потом, когда там у меня был командир разведрота, Кукулий в Чечен, да, он тоже интересная история, потом он оказался уже в Израиле, записался, как горный еврей, Мегирилл, а сейчас уже в Канаде, как бы, мы с ним как-то там, первое время не очень, там, бывало, я ему там заряжу, там, как бы, он молоток схватит за мной по казарме, как бы, но потом мы сдружились, и вот, как-то помню, остановил нас Шелухин перед казармой, а был такой приказ, в казарму разведроты, нельзя заходить, никому, без сопровождения, или командир разведроты, или начальника разведки, и мы вот стоим и спрашиваем, товарищ полковник, вам скажите, вот, пожалуйста, а что это вы так вот сказали, как и так, например, начальник штаба, которому мы вот реально подчиняемся, да он без нашего сопровождения там, или вы, к примеру, не можете зайти, он говорит, «Знаете, вот у меня двое детей, если вдруг их возьмут, я все железки полка отдам, но у меня есть два человека, которые никогда ничего не отдадут, ты и ты, вот скажите, как после этого мы могли бы что-то сделать не так, или не выполнить его распоряжения, или приказы, вот представьте, нет, он и сам бы, может быть, ничего не отдал, но как он мог это все сделать, понимаете, это талант, это надо было так наш мозг перевернуть, мне понимаете, и затрамбовать его обратно, и сделать из нас, будем так говорить, в какой-то мере, по не нашим, рейнджерам, хотя рейнджер это в переводе, человек, который ходит на большие расстояния, ну будем так говорить, как у нас привыкли, типа рейнджер это какой-то там супер воин, вот он мог это сделать, а ему кто-то же тоже его научил, Понимаете? И по большому счету, вот она приемленность. Как бы идет от одного к другому. Ну и тогда как бы уж этот вопрос я бы так хотел. У меня был один старшина Крым, да вы его знаете. И, короче, я его после чеченской кампании перевел к себе туда. И вот он меня служил. И мы когда поехали в Косово уже, основной весь косяк офицер-правщик в Косово, а он говорит, нет, тут осталось до пенсии, и пошел старшиной в разведбат в Чесню. Я приехал с Косово в отпуске, и он узнал, что я здесь, и он приехал ко мне в гости домой. И, короче, сидим, выпиваем, говорит, хотите я вам случай расскажу, Алексеевич? Я говорю, ну, конечно, давай. Он говорит, вот якобы все ушли на занятия, а я думаю, что я уже старый, мне полгода до пенсии остался в казарме. Тут как назломная начальник штаба дивизии, начальник разведки, ну, соответственно, комбат отловили, да, и по казарме идут, и говорят, а ты что здесь, почему не на занятиях там? Он говорит, ну, я уже старый, мне полгода до пенсии остался, ну, что мне там ходить заново, там, что-то изучать нам? А у него шеврон еще висел мой, помните, у меня был ворон на фороне парашюта с летучей мышью там. И он говорит, а что это у вас вот такой шеврон? Он говорит, я у Ефентьева служил. Он говорит, слушай, вот мы вот по одним учебникам там учимся, там, да, вроде как бы все одинаковые там училища заканчиваются. А что вот он вас вот таким вот чем-то другим там новым там научил? Он говорит, товарищ полковник, а вы знаете, как из английского фунта свинцам, значит, распределяется калибр для оружия? Он подумал, он подумал, говорит, не, я не знаю, он говорит, Ефентьев меня научил. Он говорит, носи. И как, объясни зрителям, там же вопрос остался. Да, будем так говорить, в охотничьих ружьях до сих пор это осталось. То есть, допустим, 24, 24-й калибр, это значит, 24 пули можно там вылить, там, 12, значит, только 12 пуль можно из этого фунта английского свинца выплыть пуль. А раньше вот так все калибровалось, как бы, а сейчас, ну, мы перешли на миллиметры, как бы, там. То есть, вот такая ситуация. Но мне, по-моему, было приятно, во-вторых, как бы, наш знак родной, как бы, там, и приятно за того офицера, который, говорит, не стал, там, как некто, там, а, почему, там, все, и там, все у тебя плохо. А он, вот, посчитал, что если он гордится старшина этим, Шевроном, да, если он гордится тем подразделением, в котором мы вместе с ним служили. Да, и как он это все тоже преподнес. Просто, ну, гордость берет за наших офицеров, в конце концов, ну, понимаете. Ну, я помню твои тактические задачи. Я потом, когда много раз пересказывал, пересказывал главную твою фразу, что, когда ты, наконец, найдешь решение, это не значит, что ты тактический гений. Это всего лишь говорит о том, что ты не обезьян. Ну, бывает, да. С какой-нибудь тактической задачей задай народу, пусть потом пишут в виде ответа, сам потом как-нибудь напишет. Да нет, я обычно задаю очень простой вопрос, как бы, там, ну, знаете, как, помню, был, как бы, там, на одной подготовке, там, кое-куда должны бы, там, засылать, там, личный состав, как бы, и я, типа, там, командира, там. Ну, это уже после того, как закончил службу, там, и так далее. Вот, там, кого не спросишь, блядь, это в основном там с южных, там, я имею в виду, рубежей нашей Родины. Кого не спросишь, и, как бы, блядь, кто специалист, кто десантик, кто разведчик, блядь, не найдешь ни танкистов, блядь, ни механикам, блядь, ни галамы. Вот, или так бывает, что и некоторые товарищи, блядь, с погонами, со звездами, как бы, там, тоже там. Ну, а вот, что, а как, а мы вот сейчас такие. Ну, если ты разведчик, ты ответь на вопрос, допустим, сигналы взаимного познавания в тылу противника. Вот, пускай, между группами, например. Ночью. Ну, да, хотя бы, там, пускай днем будет, да. Вот, и, знаете, как бы, буксует, были такие ответы, слушайте, не поверите, там, один, там, мне, там, зарядил, говорит, там, ракету красного цвета трехзвездную еще, когда мы уже там, понимаете, ну, как бы, вот такая ситуация. Я уточню еще раз, речь идет о том, что в тылу противника две группы, разведгруппы должны встретиться. Вот как им в тылу противника друг друга опознать, не привлекая к себе внимания, и самое главное, не ошибшись, можно же ведь и с противником встретиться случайно. Ответов давать не будем, пусть народ подумает, потом ты почитаешь вот отзывы, напишешь свое веское слово. Будем так говорить, что, знаете, в то время, да. Мы с тобой часа полтора сидели, я тебе сдавал зачет. Меньше цифровых задач, как сейчас, но зато были, как бы, вот, такие действия, знаете, там, чтобы он, там, по компасу, по карте, там, без всяких, там, GPS-ов. Такую-то задачу с переправой. Да, и, слушайте, а ведь здоровые мы парни были, да, это однако, да, вы же помните, уже там, и ним все покрывалось, а мы могли там и речку такую, как Дон, переплыть, примерно, так это был на ябре месяц, примерно. Так еще и погрузиться, и медленно всплыть в водорослях. Да, да, то есть, как бы, работали, и, слушай, никто не болел на это. Тут я тоже взял часть такого, знаете, того же флота, с чего начинали мы. Там, если ты во флоте пойдешь там в тельняшки умываться, тебе на этой тельняшке нахрен и повесят. Вот, посему, у меня же, помните, как было там, только убежало подразделение на тренировку, как бы, ну, утреннюю физзарядку, как бы, так как уже все, шланги специальные на кранике, ну, помните, обычные медные краники, а сливы-то, как бы, в казарм, как положено, как бы, и все прибежали далеко, вперед, холодной водой, мыться там. Некоторые мамы там бывало, там, возмущая, там, некоторые, как бы, глупые немножко, там, бойцы, там, поначалу, как бы. Потом-то они взрослеют, кстати, мне нравилось смотреть, так вот, как они взрослеют, я имею в виду, да, вот, они так голые бегают, там, ну, я голые тоже вместе с ними бегал. У нас в то время таких, этих, там, задач, как бы, не было, там, а то сейчас какие-то, там, блядь, что не включишь телевизор, что не включишь, вы слышите, невозможно, да, да эти сволочи, еще и наше знамя, вернее, не знамя, а детскую, и для меня прекрасную вещь, как радугу украли. Ну, дайте им, извините, коричневого цвета, там, детской неожиданности, это флаг. Они уже радугу приватизировали, теперь смотришь, кто-то с зонтиком идет, там, радужным, думаешь, блин, нет, понимаете, ну, вот, извините за выражение, да, как бы, ну, оторвался. Так вот, мы в то время не думали, а зато, представьте себе, я иногда любил, там, заехать вечером, там, в казарму, или в выходные дни, даже, там. Неожиданно. Да, неожиданно. Особенно зимой, помните, так, кальсоны все, это, как бы, белые. Заходишь в казарму, там, у меня два спортзала было, четыре, тех, там, физических уголка, и заходишь, такой звон, как в спортзале, знаете, везде, там, железом, там, какой-нибудь. И вот все одинаковые, там, в кальсонах, белые, там, как бы, да, и все качаются. Реально смотришь, вот он пришел, хлюпик, нам же нужен кто? Нам нужен умный, у кого присутствуют, знаете, мозги в голове, как говорится. Мясо, да, да, мы накормим и закачаем. И когда ты видишь, как из-за этих, там, год особенно, там, полгода, там, не очень, а вот за год он вот в матерого волка превращается, да. У него блеск в глазах, разящий удар в печень, слушаем, да, 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 да. Это монстр уже, понимаете. И ты, это, за год, расскажи сразу историю, когда, ну, есть, старый добрый анекдот, это про тебя, когда гаишнику говорят, да, лежи, злоди, зарабатывай. Вот ты получил роту, роту получил в самые смутные, тяжелые 90-е годы. Роты не было, то есть тебе дали вот пустую казарму, холодную, замерзшую. Сколько там было, 60 коек или, не знаю, 70, сколько у тебя лично состава было? Нет, нет, у нас было 115, и сначала, как бы, да. Ну, выдали тебе от государства и матрасы. Вот, собственно говоря, все. Вот как-то я за год умудрился сделать лучшей ротой вооруженных сил. Ну, буду говорить первое, что это не просто рота, да, как бы, она просто рота называется, но это, на самом деле, отдельная часть. Отдельная часть со своей печатью, да, с командирским УАЗиком, там, со своей секреткой и со всем остальным. То есть, как бы, это важная, да, составляющая. То есть, как бы, я вам так скажу, что, ну, вообще, любые спецпроизведения, они маленькие, как таковые, да, как бы. Ну, самый большой, да, там, бригада, там, 800 человек, к примеру, там, да. Ну, вот, батальон, это не мотострелковый, там, 180 человек, там, в батальоне, там, а в мотострелковом 500, там, ну, там, в зависимости, на БМП, на БТР, на чем-то, там, как бы, там, плюс-минут 5-10 человек, там, вот. Так вот, нужен как-то выживать? Слушайте, топливо дают, там, на дежурную машину не хватает, там, блин, тут покрасить нет ничего, там, это то, это то. Ну, слушайте, ну, казарма должна быть казармой, чтобы в нее было приятно зайти, там, все, там, беленькое, чистенькое, там, и так далее. Ну, будем договорить, есть инициатива, там, при всем при том, что нас, как бы, поддерживали, был командующий генерал-лейтенант Чужиков Владимир Петрович. Знаете, он, он, вот, настоящий генерал. Знаете, ну, как бы, вот, как хочется видеть генерала-премьера, да, этот большой, там, громыхающий, там, голосом, там, как бы. Вот Владимир Петрович, он, помимо вот этих качеств, он был совершенно грамотный командующий. Когда-то был командиром, там, дивизии, контимирской, вы же помните, в то время, там, назначали на командира контимирской дивизии, это решением ЦК, если мне память не изменяет. Он всегда нам в этом вопросе помогал. Он тоже мог и воспитать, и то, и все, он, как бы, знаете, вот, когда мог подтолкнуть, чтобы ты сам решил, ну, вот, толчок он тебе всегда даст. Кстати, обеспечив всех офицеров-правщиков жильем, это важно, когда, знаете, хочешь выполнять, там, строгие, там, боевые, государственные, там, задачи, ну, хочется, чтобы твоя семья где-то, там, все-таки, свой угол имела. Так вот, ну, как бы, друзья, друзья, как бы, где-то покажем, как мы постреляем, где-то сами дадим на курок нажать, там, как бы, по большому счету. Кто-то прыгает, пошел с нами, там, и так далее. Но, помимо всего этого, главная задача, вот представьте себе, что у меня все праздники в части праздновали вместе. То есть, мы, некоторые обязаловки, к примеру, там, я все время требовал так, что жены должны испечь дома что-нибудь и принести в казар. То есть, не нам, а бойцам. И в том числе, варенье, там, не знаю, там, все. Если не может печь, это, ну, конечно, стыдно, ну, тогда иди, купи, принеси. Чтобы у бойцов было все, все. Старшины были великолепные. И курицу мы, там, коптим, там, и солим, там, и то, и все, и сало, и все у нас. И там, все есть. Хотел пловать, после марш-броска. Да, то есть, у нас, как бы, насчет, там, еды и всего остального, как бы, всегда. Так вот, чтобы это все было, нужно, наверное, иметь, там, отношения. Хочешь, там, телевизор, ну, не дают, сволочи, ну, не дают Министерство обороны денег на телевизор, а люди хотят смотреть. А, извините за выражение, больше сотни людей, им один мало, два мало, там, и так далее. Ну, замполит, принимаем, говорю, что не замполит, сегодня ты поедешь, там, в Ленинскую администрацию. И скажи, у нас скоро праздник, дать, вы хотите, дать, жить дружно и мирно, дать, ну, надо помогать, дать. Вот тут появляется телевизор с музыкальным центром, там, дать, где видики, там еще что-то. Ну, вот, гос. Александр Рафаилович, ну, тоже еврей, ну, папа, фронтовик, артиллерист, дать, сам он военный, как бы, бывший. И потом стал бизнесменом, но у него была железо, тьма, тьмущая, как бы. Вот, так у нас было все, и разборный, там, десантный городок, там, и все остальное. Ну, вот, понимаете, вот, каждую штуку, ее же где-то надо найти, ну, ее же там не родишь, как сказать. С какими часами офицер должен идти на войну? И с какими ты ходил на войну? Ну, честно сказать. Ну, конечно. Сейка. Была у меня сейка, да. Вот. Ну, по большому счету, это уже как кому нравится. Главное, чтобы они были. Потому что без часов, это как без рук, по большому счету. Но я до сих пор привык чуть что-то, как бы, на часы. Вопрос. Наверное, вопрос тут вспоминают. Ушел от нас Сергей Кобра, мой друг детства и юности, и про вас рассказывал много. Расскажите о нем, пожалуйста. Отличный был пацан. Смоглюк Серега. Великолепный. Знаете, в нем сочеталось ум и спокойствие. Вот знаете, он такой какой-то вот, какой-то порядочный. Вот знаете, вот сейчас это слово такое, оно где-то уши режет, понимаете. А я вот скажу, он какой-то вот такой. Знаете, какой вроде мирный, но все успевает. Мы с ним прослужили, наверное, лет 11. И по большому счету, сейчас вот памятник установили на его могиле. Будем договорить, что Серега всегда останется в наших сердцах настоящим человеком. И воином, и гражданским человеком, и отцом, и мужем хорошим, и так далее. То есть, как бы, я вот с женой говорил, там, как бы, Наташа, его жена, говорит. Я говорю, он такой хороший, порядочный человек был. Он говорит, я знаю. То есть, вот, по большому счету, Серегу мне очень жаль. Ну, молодой, 47 лет. Мог бы еще жить, жить, все остальное. Но, к сожалению, вот так вот все ходим под Богом. Вот тут спрашивают, ходил ли с тобой по Чечне Невзоров? Глебович, хоть и, как бы, такой, будем говорить, экстравагантный товарищ, но ходить он не ходил. А вот Владислав Шурыгин вместе с Васей Прохановым, да, они как раз вместе были в этой Невзоровской группе. Они как раз вот и ходили. Я даже помню, у нас один такой случай был хороший там. Короче, вышли мы, вышли на какую-то речку, она бурная после дождей, как переходительная. А тут Чичи идут, да. А тут Чичи идут, короче, да. И прям вот раз все, как бы, тишина такая. А все как-то вот собрались кучкой, бля, там, да. Вот одна очередь, и считай, нас нет. Они прошли от нас, вот прям видим, как он курит там, огонек, и прям дым, это запах табака. Они прошли, не знаю, 5-6 метров от нас, да. И такая тишина мертвая, и вдруг такой голос, разведчики, где вы? Помнишь, дрюсик? Да, да, да. Отстал. Да, да. Друг нашего Димыча, они земляки. Слушайте, вот такой пацан, вот честно скажу. Как мы с тобой лежали ночью, и ночники работали в Чичинске? Буквально 100 метров от нас, но мы решили друг с другом ночью не связываться, по большому счету. И там Петрович, помнишь, лежим, а Петрович снимает бушлат, меня укрывает. И я говорю, Петрович, ты что? Он говорит, спи, командир, ты нам утром, это, как бы, должен такой, и пирожки, и пирожки где-то. А потом с тобой ночью, как два старых бойца, они спали. Да, а все крапеля мы будили, о-о-о, времена. Но это было начало, ты же помнишь, потом. Потом там вообще выдрессеры выходили. Ну, и тогда же было, ну, там много было всяких, конечно, смешных историй. Но надо вспомнить о том, как мы, в общем, познакомились благодаря компании Кока-Кола. Да, да, благодарю Кока-Колу, компания, да, реально молодцы, как бы, хотя я не пью ее, как бы, да. Да, 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 ну, там вроде как бы много сахара. И раньше не пил. Но почему-то вот я был, как раз жара такая стояла, мы лазили-лазили по этим лицам. Потому что сахар – это глюкоза, глюкоза – это энергия. Да. И вот кто не выйдет на связь на меня и говорит, а я им там, а у вас есть там Кока-Кола? Говорю, сейчас будет холодный Кока-Кола и обложиться мороженым, и вот вообще. И вот всем спрашивал, есть Кока-Кола или нет. И вот мы взяли Бамут, сидим в этом Бамуте, и вдруг Крым на меня выходит. И вот ему, дай бог, здоровья, хороший тоже человек. И, короче, выходит Крым и говорит, слушай, тут тебе журналисты. Я говорю, да гони их нахрен отсюда. Он говорит, у них Кока-Кола есть. Я говорю, ну-ка, выгоняй их на горку, я буду в бинокль смотреть. Они там метров 800 одна. И, Вася, ты машешь бутылкой Кока-Кола, начатой уже, двухлитровой. Я говорю, о, давай-давай сюда. Вот так вот мы и познакомились. Собственно говоря, да, с этого все и пошло. Вообще, кстати, ну очень коротко, не будем на это уходить. Как ты оцениваешь «Чистилище» фильм? Ну, знаете, как бы сказать, я все-таки не киня-критик, будем так говорить. Но там есть очень хорошие моменты. Особенно мне понравился такой, когда, помните, там Чечен уговаривает, типа, танкиста, говорит, что ты вот пришел сюда, здесь земля, наше небо, там, тебе бабки не платят, вот возьми там роликс, там, как бы, это тебе там предоплата, там, переходи к нам. Он сидит-сидит, говорит, они Серегу убили. То есть, вот понимаете, ни за Сталина, ни за Родину, ни за Российскую Федерацию, ни тем более за Ельцина, как бы, мы выполняли честно свой долг. И скажу, что те же, с той стороны, просто обманутые где-то с какой-то там пропагандой, да, как бы, они, извините за вооружение, так же стойко ставили против нас, понимаете. И действительно, это было и их небо, и их земля, по большому счету. Но мы же не можем не выполнить приказно. Ведь военное время нам или расстрелили минимум 10 лет, к примеру-то. А с другой стороны, именно они нарушали конституционный строй. Слава Богу, сейчас Рамзан там навел порядок, как бы, там, хотя там бегают, говорят, еще по лесу, там, периодически всякие там. Ну, по крайней мере, слушайте, ну, держат республику. Как он там прану и не прану, где выбил с бюджета, то все трясетно, но город расцвел. Дороги есть, дисциплины есть. Ну, как бы, приятно посмотреть. Твое отношение к войне на Донбассе и в Сирии? Ну, будем так говорить, слушайте, политическая ситуация, да. Да, будем говорить, ну, реально, некоторые товарищи там на Украине или в Украине, как это там правильно сейчас, не знаю, звучит. На русском, да. Значит, хотели, ну, как бы, наше этническое русское население там поприжать, там, и реально готовились к этому. И когда люди ехали там и к Майдану и так далее, то и били их, и грабили там, и все остальное. Ну, слушайте, ну, здесь, наверное, ну, хотят они жить там отдельно, там, да. Ведь им сейчас, то есть тогда уже предложили, как бы, да, тоже нормандскую четверку, там, и выборы провести, и то, и все. Казалось бы, ну, что вам еще надо? Они остаются у вас в составе Украины, ну, как бы, сделайте по-человечески все, да. Чтобы была какая-то безопасность граждан, что они делают? Они стреляют. Ну, извините за выражение, знаете, как бы сказать, я вообще не понимаю разницы в какой-то мере между украинцами, русскими и белорусами. Ну, это один народ, один народ. По большому счету, и никто там не обижался. Ну, там, да, есть там Шевченко у них. А вы читали Шевченко? Я, слушайте, читал, слушайте, у меня, ну, это, от скуки, шкулы сводило, ну, честно говоря, там. А читаешь Гоголя, ну, он вроде украинец, да, но он всегда писал на русском языке, ну. Так, зачитаешься, ну, просто, я, кстати, тогда еще запомнил, есть такой рассказ Гоголя «Страшная месть», и там такие слова были еще с детства, но я наизусть выучил. «Нет худшей муки для человека, чем хотеть отомстить и не мочь отомстить». Слушайте, человек мыслил по-нашему, по-русски, и ведь никто не притеснял. И на Украине, вспомните, наше советское время, все рвались служить в киевский, там, прикорпатский, там, округатном. Одесский. Да, ну, что там, какой ерундой можно заниматься. Но, коль они продались, там, помните, какой там анекдоте, там, типа, там, как бы, американцам это не дали, Европа это не дала, там, это все, ну, а все равно русские, там, типа, как бы, виноваты, да, ну, вот, реально, вот, смотрите, Зеленский, там, я, кстати, смотрел, там, его, вот, этот, «Слуга народа», там, как бы, особо, там, это, 95-й квартал, я, там, как бы, не смотрел никогда. Ну, как бы, какой-то талантливый, там, артист, в принципе, такой, немножко комедийный, такой, фильмец, там, неплохой, да. Ну, ведь встал, как бы, президентом, слушайте, ну, настоящий засранец, ну, ничего там говорить, да. Слушайте, тут, ведь сколько людей там, на территории Украины, которые хотели бы, так же, вернуться к нам в общую, там, семью народов, там, по большому счету, там. Никто не говорит о том, что, там, давайте к нам, чисто вы будете россиянами, там, нет, ну, давайте, как, жить дружим, мы же граничим вместе, у нас родственные связи, там, ну, я не знаю, вредители какие-то. И самое главное, что они делают? Ну, прежде всего, продаются. Сами воруют и продаются иностранным государством, а свой народ, там, плюют. Посему, ну, Донецк, будем так говорить, ну, надо защищать по-любому, там, наши русские граждане. Что, всех бросим, что ли, там, как бы, да. Будем так говорить, если уж такую тенденцию проводить, вспомните, там, ту же Прибалтику, к примеру, да. Да, да. А ведь наших русских, там, было больше, чем самих этих местных прибалтийцев, да. Проголосовали, оторвали от нас три республики, да. А теперь скулят, тут нас, русских, притесняют, да. А что вы тогда отделялись? Хотели жить отдельно, там, в Европе, или, там, еще как-то, там. Извините, что вы процветали, там, в этих республиках, из-за того, что русский мужик и русский рабочий здесь, в Кау, в Москве, или, там, в Воронеже, к примеру, там. А тут разъединились. А здесь люди просятся к нам, почему не взять, понимаете. И, будем так говорить, ну, как-то надо отрегулировать это политически, грамотно, по большому счету, ну, в обиду это давать нельзя. Сирийская операция. Ну, Сирия, будем так говорить, это еще более политичная ситуация, да, в этом плане. Но народ попросил, по большому счету. Ну, что они получили, там, там, с тем же ИГИЛ, да. Ну, ограбили всех, там, да. Разломали города, превратили в руины, там, да. Может быть, надо было чуть-чуть, знаете, президенту Сирии пораньше попросить помощи у нашего народа. А по большому счету, мы, говорит, мы не только там свой авторитет приподняли, да. Мы показали всему миру, что, ну, не надо. И к нам не надо ссуваться. Видите, мы вот здесь вот можем. А у себя-то уж мы тем более сделаем. Ну, да, ведь, если брать в военном отношении итоги, то фактически сейчас в российских вооруженных силах от комбата и выше все прошедшие через Сирию. С того всего мы начинали. 80% летчиков, прошедшие через Сирию. То есть, как военные итоги тебе? То есть, ты удовлетворен действиями армии в Сирии? Мне, конечно, как, будем давать офицеру запаса, приятно. Скажи, вот, спецназовцам, вот сейчас, опять же, фильмы смотришь, там, значит, там совершенно дикая куча всякой амуниции. Там три вида ночных прицелов, хочешь тебе тепловизоры, хочешь ночники, там совершенно там уникальные, чуть ли там не спальники, которые палатки. То есть, количество всякого хабара, который сейчас предоставляет, что называется, на выбор тем, кто служит в частях специального назначения, громадно. Вот, с твоей точки зрения, что, в общем, реально нужно спецназовцу? В тылу, когда ты идешь, скажем, там, на несколько дней, вот, рейд-группы, что бы ты взял из того, что есть сейчас, современного? Вот, перед тобой куча лежит. Знаете, я в какой-то мере, знаете, как бы, чуть-чуть, помните, там, самураи, да? Вроде уже огнестрельное оружие пошло, то, сё, но они считали, что вот надо мечами, да? В какой-то мере для меня АКМ, это такое, что-то родное, как бы. Но, извините, современная война, тепловизоры нужны, хорошие ночные прицелы нужны. Раньше что делали, там, фосфором, там, запаливали, там, чтобы не блестело, там, то, сё. Ночные бинокли, ну, там, кто километр, ну, БН-3, там, три километра, но, по-большому счету, подсветка, видно, то, сё. Знаете, как бы, GPS тоже нужен. По-большому счету нужно делать и то, и другое. Если в состоянии они это нести, не бряцать, не уставать, пускай берут всё, всё пригодится. Конечно, главное – это боеприпасы. По-большому счету сейчас хорошие, говорят, новые автоматы, пулемёты. Вот, это важная составляющая, говорят, и, наверное, побольше боеприпасов. А остальное – это минимизировать, по-большому счету, потому что, всё-таки, выносливость наша не бесконечна. И, по-большому счету, я в какой-то мере сейчас сильно за этим не слежу, но считаю, что для этого у нас есть вполне достойные эксперты, которые определяют, что нам сейчас нужно в войсках специального назначения. Вот ты общался, так получилось, ты служил в Косово, потом много путешествовал по миру. Для тебя какой-нибудь, расскажи характерный для тебя самого пример, историю, скажем, от тех же самых американцев, в американской армии. Британская армия, по-моему, ты с британцами больше столкнулся. Слушайте, будем так говорить, что я видел тех и других, по-большому счету, да, слушайте, ничего хорошего. Вот, допустим, учитывая нашу профессиональную деятельность, да, вот смотрите, вот мы, допустим, разведчики, да, и вот мы как-то дружили там, я дружил с Норвегом, с украинцем, он тоже там был, как бы, и американец, да. Вот, как бы, мы вот так вот, все разведчики сошлись, да. Вот американец, там, у него написано, рейнджер, да, рейнджер, это там, как бы, их несколько батальонов, там, это разведные батальоны. Ему говоришь, ну, ты что же разведливаешься? Нет, что вы, я мотопехота, да. А потом договорился до того, что, короче, должны были там нам знамя, как бы, там, со штата Огайо, там, вручать, там, не понял уже за что. И он это самое, написал там докладную штаб Кейфора, что проститутки, которые там работали, там, значит, они, типа, это чуть ли не от нашей группировки, и даже деньги, которые они зарабатывают, идут еще и на содержание нашей группировки. Ну, слушайте, ну, бред, да. Ну, вызвал у меня командующий был, Валерия Евгеньевична, Евтуховична, такой мужик, слушайте, да, такой спокойный, грамотный. Вообще, я до сих пор с ним дружу, и скажу, что он, ну, весьма такой настоящий человек, да. Вот, он у меня выйдет, как отдрюкал, говорит, ну, хрена этот американец, там, лазит, там, то, все, операционный, он грант, чтобы он больше у нас здесь не был, там. Или же там, знаете, как бы, а все аж подается от стойкости нашей национальной культуры, да, то есть, вот мы коснулись вот этих вот радужных флагов, там, примеру, да, а ведь оно где-то там уже давно назревало, ну, что, да, это 99-й год, идем мы с англичаном, говорит, пойдем к нам в бар посидим, в офицерский бар, там, ну, заходим, на там, заходим, там, генеалогическое кресло, да, он говорит, ты погону сними, как бы, я говорю, зачем, сейчас увидишь, ну, я снял погону, как бы, тут какой-то олень заходит с погонами, его хватают, кидают на это генеалогическое кресло, через клизму ему вливают, там, банку пива, там, все веселятся, там, как бы, там, слушайте, смотрю, сейчас, потом странности еще больше пошли, да, то есть, надо бутылку пива, зажать ягодницей, им, блядь, протащить ее 10 метров, зажатой, как бы, если она упала, надо ее откупорить, выпить, и заново на проход, как бы, слушайте, я посмотрел, думаю, начнем смеяться, блядь, у людей реально едет крыша, понимаете, да, армия укомплектована, горячая вода, зеркала, туалетная бумага, все есть, будем, такая американская столовая, ну, еще такого ресторана у нас найти, надо поискать, как говорится, там есть все, но душонка-то у них вот такая вот, вот, знаете, вот, с ягодницами, будем так говорить, да, по большому счету, и вот, учитывая это, скажу, что враг, конечно, коварный, но мы его своей стойкостью, дать, быстренько, да, поставим на место. Вот здесь, как бы, на край приберег этот вопрос, приходилось ли вам на войне захватывать пленных или обезоруживать подростков, и как вы поступали в этом случае? Можно говорить, я даже когда-то написал рассказ, ну, там уже был, ну, подросток, но 18 лет, можно так говорить, вы знаете про этот рассказ. Ну, расскажи, потому что я-то знаю, но... Да, как бы, ситуация такая, как бы, значит, шли мы, как бы, увидел я горку одну, и что-то мне она не понравилась, а мы с собой поднос несли. Поднос, это миномет. Да, 82-миллиметровый, как бы, это хорошая вещь такая. Ну, мы-то опустили несколько камин, поднялись, там, там, кровь, там, они, видно, там, сидели кушать, сели, потому что там рожки с томатной пастой, там, инвайт у них, там, в бутылках, и ложки были, там, по-моему, на 8 человек, как бы. Тут мы как раз вот так произвели налет на них, минометные, как говорится, они подумали, что их вычислили и свалили. Взяли только радиостанции и оружие, боеприпасы, там, все, шмотку, все бросили. Мы в 3 часа ночи поднялись, наверное, в 5 где-то были уже на горе, и, короче, смотрим все это дело, там, как бы, думаю, они же пройдут. Отошли метров 200, залегли, тут идет один, там, в черной такой робе, как бы, там, автомат, там, незатейливо болтается, там, за спиной, думает, тут федералы не ходят, далеко. Мы раз в 12 человек поднимаемся из травы, как бы, раз, он только за автомат, ему руки, он, раз, руки, мы разоружили, посадили под дерево, надо же добывать информацию. Знаете, будете бить, он же дитя гор, может быть, гордый и вообще, да, ну, любой мужчина, в конце концов, он может оскалиться, да, Озлобится, да, и будем, да, стойки, ему надо дать немножко так, чтобы копнуть его там, где-то, вот, психически, да. Смотрю, дрожит, ноги, руки, как бы, ну, что, по паспорту смой, 18 лет, да, он, вот, реально, девчонку еще никогда не целовал, может быть, там, да, а тут, вот, представляете, вот, вот она, вот сейчас вот, вот, я говорю, ну, выждал, а потом говорю ему, может, скажешь. Дал побороться ему два эти чувства, то есть, как бы, жизнь и смерть, там, как бы, выбирай, там, как бы, да, ну, жизнь его, вот, как говорится, победила, да, и, по большому счету, он заговорил, да, ну, сказал, там, банда большая, там, то, сё, как бы, там, вооружение, там, конечно, с нам было, там, сложно, ну, думаю, пойдем. Ну, шли и наткнулись на их недозор, короче, еще три человека, ну, тоже мы их ликвидировали, как бы, ну, в общем, что, к чему, в общем, с этим мы все ходили, ходили, короче, сначала он как... Ты говоришь, сначала его хотели даже, там, ну, да, да, конечно, ну, да, там был Андрей, к сожалению, он потом погиб в Грозном, умер на моих руках, на, снайперу ему попал в голову, он хотел его, там, с ним, особенно расправу провести, я ему сказал, не, я сказал, вот ты и будешь за него отвечать, да. И, в общем, мы его водили, сначала он бил босиком, чтобы далеко не убегал, как бы, там, на него навьючим, там, чтобы наши спины отдохнули, потом обули, потом перестали связывать, потом стал кушать вместе с нами, спать вместе с нами, то есть, как бы, то, знаете, вот, реально внес другой колорит в нашу жизнь. Он стал такой, какой-то наш, родной, мне, там, то, ся, тридцать, да. И я, вот, думал, скоро уйдем в район, там, ожидания, куда придет техника, и думал, ведь, нельзя, чтобы его порешить, так, как бы, и, такой, вот, думал, как же, вот, перед всем личным составом, как бы, отстоять его, чтобы его не убили, как бы, а отпустить его. Он же, человек, и враг. Кстати, это было впервые в моей голове. Обычно, как бы, так не заканчивалось. И, в общем, тут подходит ко мне, вот, мы ждем уже технику, да, подходит ко мне, вот, Андрей, и говорит, командир, поговорить надо. А он, как-то, все время тренировался, да, по пачке, там, скажешь ему, три сигареты, он по пачке ударит пальцем, раз, три сигареты выскочат оттуда, как бы, там, скажешь, четыре, он, чик, четыре выскочат. И мы закурили, и, вот, знаете, вот, 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 картина, знаете, маслом, да, то есть, вот такой дуб огромный, вот, камни, да, он, корни, так, полусы, сверху, там, где-то цепляются, а после дождя небо такое голубое, и вообще листва такая, вот, ярко-ярко-зеленая. И он мне говорит, а что он нам зазазнобанно? Давай его отпустим. А я, как будто, не понял, говорю, это ты о ком? Он говорит, и ребята не против, чего он нам зазазнобанно? Я так выждал, такой, эх, ваша взяла она, отпускайте, да. А он после тех слов, когда он мне это сказал, знаете, он, как будто, вырос, он, когда распрямился, там, грудь, такой, колесом, там, знаете, как будто, вот, что-то в нем такое, вот, вздохнуло, там, знаете. И вот мы прощались с ним, мы говорим, там, смотри, не воюй. Он, там, бишь ты, блядь, там, по-честному, там, честное слово, там, вот. И вот я ехал на БМП и думал, вот, вот, давно забытое русское такое понятие, как русский характер. Закрыть ладонью, говорит, сердце, забыть о этой ненужной, незнаменитой, об этой грязной войне, превозможить, глядь, все, там, свои, там, ранения, боль, вот эта, вот, неустроенность, и взять, отпустить врага, еще и пожелать ему будущее. Я, вот, в этот день был, вот, искренне рад, что это все произошло. Я никогда не писал мне какие-то рассказы, а приехал, да, и вот, кто ко мне не придет в гости, потом, я, вот, им рассказываю эту историю, там, а потом говорю, там, жене, нет, слушай, сделай так, чтобы мне дети не мешали, да. И сел, и за 40 минут написал вот этот первый рассказ, как бы, там. Вот, это так было. Один раз еще, уж, коль коснулись этой темы, сдал один нам тоже, там, местный товарищ, короче, что, там, под Алироем, там, типа, правая рука Хаттаба, там, ездит, там. И вот, представьте себе, мы сидим на дороге в кустах, как бы, тут такой маленький пригорь, как бы, сидим, ну, там, там, 5-10 метров. И вот они уже едут, а я сидел, пил сгущенку, как бы, ну, две дырки, да. И смотрю, вот, пацан лет 10 идет по дороге, вот она машина. Мы начинаем бить эту машину, короче, а пацан идет, вот, прям вот, знаете, вот, ну, в нашем секторе, я спрыгиваю с этого косогора, хватаю его на руки, как бы, заношу туда на свое место, сажаю ему до их банка сгущенки, и потом возвращаюсь туда-обратно, понимаете. То есть, вот, вот, представляете, вот, как, блядь, вот так вот получилось. Не то, что я такой хороший, блядь, просто, извините, вот так, все это получилось там, где-то вот из души, блядь, понимаете. То есть, мы вообще никогда не воюем, блядь, с мирными людьми, блядь, с женщинами, с детьми, извините. Мы воюем только с тем, у кого есть оружие, и тот, кто хочет убить нас. Вот и все. По большому счету, вот, все это тоже. Чем отличается Чечень, я всегда не устаю, как бы, это говорить, что чем отличается наша война в Чечне от Донбасса, когда вот, особенно украинцы часто, вот, у вас Чечня, у нас Донбасс. Вот, Алексей не даст соврать. Даже в первую, самую хреновую войну, за которую есть, за что там стыдиться, но мы ни дня не было, чтобы мы не были в контакте с Чеченами. Помнишь, обычно подходишь к селу, что делать нынешняя украинская армия? Начинает сносить. У нас идут переговоры со старейшинами. Уговоры. Все время прекращения боевых действий, уговоры. Прекращение уговора. Будем так говорить, знаете, как бы, их к этому делу в свое время готовили. Хорошо, что преобладание, дать, умных голов, как бы, привело все-таки все обратно, да. То есть, самое главное, прекратить войну. Вот там мне как-то задавали вопрос, вот, как мы относились к Хасавюртовским, там. Вот, представьте себе, в Грозной все разгромлено, дать, все в крови, дать, все в ужас ночи, дать. И там, как бы, некоторые там в тех же штабах говорят, дя-а-а, предательная. Вот, лебедь, там, подписал, там, то, все, тридесятное. Мы вроде понимаем, что нельзя, а с другой стороны думаем, господи, задруживые остались, как бы. Вот, поверьте, так. И каждый человек, каждая его судьба, прежде всего, интересует самого себя. Там, где это политики, сто человек сюда, миллион туда, как бы. А вот давайте мы вот подумаем о нас, о нас всех. О нас всех, и вот реально, если мы будем думать об этом, то у нас не будет войны, у нас не будет других. А здесь не договориться. Их перековывают каждый день. Каждый день им платят, платят, платят и так далее. То есть, по большому счету, там все сделано для того, чтобы она не заканчивалась. Может быть, даже сейчас, вот, в связи с кризисом, холодной зимой, с отсутствием газа, там, хорошего продовольствия, пандемии, в конце концов. Может быть, их неправительство, они там сметут? Нет, ничего не изменится. Ну, хотелось бы. Там нацики еще есть, потому что там же есть нацики, которые там кого угодно сами сметут. Слушай, Влад, извини, конечно, но у меня есть те люди, там, и именно оттуда, самых национальных, как говорится, Львовской, там, со Львова своего. Вот, там есть восяк такой у меня служил, да. Потому что я помню, как-то лебедь одного застрелил, метров 800 от берега упал, но, правда, это был Азербайджан. Ну, все равно в феврале месяц, говорит, нырнул, говорит, как дельфин притащил моего лебедя. А уже западная Украина. Да, по вашему счету. Но, слушайте, мы иногда с ним бываем на связи, и он не считает нас врагами. А сколько у меня там моих бывших сослуживцев и даже тех, кем я учился, они тоже на Украине. Никто не хочет воевать. И я думаю, что, может быть, какой-то там, может быть, где-то надо и подтолкнуть, для этого есть у нас разведка. Давайте мы их там подтолкнем, чтобы вот этих вот ненужных там товарищей правителей убирать, и, может быть, мы вот все-таки заживем нормальной жизнью для всех славянских народов. Крайний вопрос. К сожалению, вот полтора часа пролетели просто как 10 минут. Надеюсь, что мы тебя еще пригласим. Но вопрос такой, поскольку я все-таки без литературы не могу, твой любимый литературный герой в погонах. Вот есть у тебя человек, который для тебя, как герой, литературный герой, был примером? Знаете, в какой-то мере, помните, была такая книга, Волоколамское шоссе. Александр Бек. Да. К сожалению, я прочитал только две его книги. Одну там про министра, по-моему, тяжелой промышленности. Я был тоже поражен, кстати. Но вот именно здесь. Помните, как комбат выходил? С начищенной сапога, с чистым подворотничком. Всегда такой. А это сразу мобилизует и дисциплинирует. Это был человек на своем месте. В какой-то мере я вот всегда на него смотрел. Ну и вспомните такой, будем так говорить, в какой-то мере без погон. Наш любимый Павка Корчагин. Представляете, человек, сейчас ее почему-то там, ну мы знаем почему, как говорится, убрали из-за школьной программы ее там и так далее и тому подобное. А ведь, наверное, из-за того, что там как бы показали, что люди, они могут менять эту жизнь. И вот, да, пускай немножко там придумано, но это был настоящий герой. Настоящий герой. Вот я прочитал, как за коля на стол, три раза. Ну в школе, в училище и потом в будущем капитаном. Три раза я понял ее по-разному. И скажу, ну слушай, шикарное произведение. Вот это вот и есть наши герои. Ну, в какой-то мере это для меня. А как там для других, у каждого свое, да. Хорошо, спасибо. Друзья, на канале Тактик Медиа мы сегодня разговаривали с Алексеем Ефинтьевым, подполковником в отставке или в запасе? Нет, в запасе. В запасе, да. То есть, если завтра война, то на коня. Ну, наш бронепоезд, он стоит на запасном течение. Поэтому, благодарю за внимание. Твердый шаг, да, граждане. Благодарю за внимание и надеюсь, мы еще Алексея здесь увидим. Ну, если пригласите на это, за кружку чая, то с удовольствием. Ну, обеседовал я, Владислав Шаурыгин. Благодарю. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.